так ну давайте с вами начнем наше занятие и начнем с рассмотрения что такое стримы прежде чем непосредственно поговорить о стримах давайте рассмотрим есть такой класс optional он иногда используется в стримах и зачем он нужен то есть в некоторые стримы возвращают результат своей работы как объект класса optional этот объект в принципе нужен для того чтобы просто хранить результат выполнения преимущество у него то что он не возвращает null зачастую бывает как когда вам какой-то метод вернет null вы на null и потом вызываете метод и падаете так вот в optional он не null возвращает и у него есть метод проверки наличия значения смотрите например у меня есть метод какой-то reciprocal название который получает double возвращает optional что этот метод делает он берет создает объект optional изначально делает его пустым состояние состояние делает его empty если x не равен нулю в этот optional записывают значение вызывается на optional статический метод of который возвращает объект optional с результатом и мы этот результат возвращаем если у нас это условие не выполнилось мы в качестве резалта выполняем возвращаем объект optional но пустой то есть или пустой optional или optional со значением когда мы вызываем методы получаем какой-то результат мы перед тем как из optional вытащить значение мы можем проверить из present то есть есть ли там значение или нет если значения нету то ничего не делаем да если значение есть то это значение можем достать при помощи метода get то есть такая обвертка такой класс обвертка который позволяет уйти от null если мы сделаем get на пустом optional то получим no such element exception посчитали что так делать удобней и в стримах этот optional частенько используется то есть какой-нибудь стрим может возвращать в качестве результата своей работы optional на этом нужно ли надо потом делать это прежде чем делать сделать get еще может быть и целесообразно из present там проверить а если там вообще какое-то значение может он пустой объект который внутри себя хранит значение достается методом get проверить если там значение через метод из present вот такой есть класс тут всякие примеры но в корне я вам основную суть рассказал про лямда выражения и как с ними работать с коллекциями мы с вами рассматривали то есть при помощи лямда выражения удобно коллекциям давать всевозможные интерфейс реализацию интерфейсов компараторов внешних да задавать в основном компаратор для метода sort помните это и переходим к потокам данных которые появились java 8 то есть в java 8 появились появилась так называемый стрим api единственное хочу сразу сказать что этот стрим api никак не связан с потоками ввода-вывода и input output да никак не связан с многопоточными со средами то есть это новое понятие поток данных то есть мы с вами теперь можем набор элементов представить как поток данных зачастую это используется с коллекциями то есть мы берем какую-то коллекцию из этой коллекции делаем стрим из коллекции делаем поток данных и с этим потоком данных можем работать работать как фильтровать его менять его причем можем менять его конвейер на то есть мы берем коллекцию говорим давайте из этой коллекции сделаем стрим сделаем поток данных причем стримы бывают последовательными и параллельными то есть данные могут идти как бы обработка данных может идти последовательно то есть элемент за элементом или обработка данных может идти параллельно то есть мы наш поток делим ну как бы на несколько параллельных потоков и каждый из этих потоков обрабатывается параллельно понятная идея ну как бы у нас в принципе коллекция это как бы набор данных да только мы берем эту коллекцию бьем на части и данные сразу параллельно в несколько потоков пускаем. Понятно, что такой поток данных? Просто элементы текут как бы, они не лежат статически, а как бы мы их перебираем. Дальше, что хотелось сразу отметить, что эти потоки данных они ленивые. Это не значит, что как только мы создали стрим, данные куда-то потекли, побежали и так дальше. Мы создали стрим, это объект, который, грубо говоря, управляет вашими данными. У нас есть коллекция, она хранит данные. Мы создаем стрим. Стрим может эти данные как бы перебирать, оперировать вашими данными. Но пока вы не говорите этому стриму что-то делать, он с вашими данными ничего не делает. Ну как типа итератор. Пока мы итератору не говорим next, has next, он ничего не делает. Просто есть объект, у которого есть доступ к вашим элементам. Тоже самое стрим. Мы можем создать стрим, например, из какой-то... Стримы можно создавать из коллекции, стримы можно создавать из строк, стримы можно создавать даже из buffer-тридеров. То есть стримы впилили в несколько библиотек. Плюс есть отдельный класс стрим. Это не класс, это, наверное, интерфейс. Это интерфейс стрим, у которого есть методы, которые реализуются каким-то классом. Непонятно. И мы можем просто взять и создать стрим без участия коллекции, без участия. Просто сказать, создай мне стрим из вот этих данных. Просто создать стрим, как бы, набор данных и из них создать поток. То есть не обязательно, ну чтобы нужна была коллекция. Не обязательно, чтобы... То есть стрим можно создать из массива, из коллекции, из строки, из потока ввода-вывода. Ну, вроде основные элементы перечислят. А можно просто сказать, давайте возьмем, создадим стрим из набора элементов, перечисленных через запятую. Можно и так. Окей. Ясно это? И стримы ленивые, то есть пока вы не говорите работай, он ничего не делает. И начинает, когда мы вызываем метод обработки, только тогда стрим начинает подтягивать элементы из вашей коллекции и применять к ним соответствующие действия. Дальше. Основные методы стрима. Ну, давайте сначала поговорим, как его создать. Методы, методы. Как создать стрим? Смотрите. Создание потока. Как я уже сказал, поток можно создать из любой коллекции. Берем коллекцию и вызываем на ней метод стрим. Метод стрим коллекции возвращает нам последовательный поток данных. Ну, последовательный стрим. Метод параллель стрим на коллекции возвращает нам параллельный поток. То есть поток, который подразумевает многопоточную обработку данных. То есть обычный стрим обрабатывает данные последовательно, параллель стрим обрабатывает данные многопоточно. Единственное, что говорят, не использовать параллель стрим для больших объемов данных. Для очень больших. Почему? Потому что он использует стандартный диспетчер потоков. И вы можете обработкой стримов забить работу всех остальных потоков вашего приложения. Получается, там есть pull for join. И может так получиться, что ваша обработка многопоточная стрима тормознет все ваше приложение. Ну, полностью. Вы все потоки займете на обработку вот этого большого объема данных. И остальным потоком просто не будет хватать вот этих стримов. Поэтому говорят, что данные, которые подразумевают обработку порядка секунды, уже не стоит обрабатывать многопоточно. Ну, при помощи параллельных стрима. Обрабатывать их при помощи обычного стрима. Ну, это так. На будущее. Следующее, как можно создать стрим. Есть у класса Arrays метод стрим, который в качестве аргумента принимает массив. Из этого массива делает поток. Есть статический метод Off у стрима, которому через запятую перечисляем элементы, из которых потом и получится стрим. Ну, давайте что с вами напишем. Что это у нас? Pz7. Ладно. Будет Pz7. Создадим Pz7. Вот это пока все закроем. Мы к нему еще вернемся. К нашим... Поже сколько его... Создадим здесь класс app. public static void main. И что мы можем сделать? Мы можем сделать стрим... не типизированный... стрим равно... И откуда мы можем получить стрим? стрим. Как я уже сказал, можем с вами, например, взять какой-нибудь лист. Лист Хьюманов. Хьюман. Хьюман лист. Хьюманов у нас много. импорт класс. Ну, давайте возьмем... С какой лекции? С шестой. Посмотрим, что там. nameAge. Все отлично. И ту стринг есть. Здесь... в этот рейлист наложим Хьюманов. в этот рейлист. Хьюман лист. Эд. И ту стримовый. Ньёхеуман. Вася 25. Коля.. ы 30. И миша. как я могу получить стрим просто на human листе вызвать метод stream я сделал стрим дальше я могу сделать стрим например каким образом арейс стрим и сюда должен дать массив а ну да можем взять human лист туарей а ему бы еще отдать массив human а ну интересно так пройдет human new не хочет он так ладно new human массив не хочет так то пустой массив далее какой-то он сам размер придумает дальше что еще можем сделать стрим можем получить еще следующим образом берем строку и на строке вызываем char sequence по-моему что такое называлось сейчас увидим где тут стрим стрим вот char sequence да и это не то но вот ин стрим чарс вот получили только это ин стрим логично ин стрим то есть поток чего поток интов почему интов инты тут хранят уникод коды чаров как еще можем получить можем просто взять метод стрим и говорим стрим офф например давайте его типизируем просят типизировать стрингов стрим стрингов а сюда через запятую пишем например а1 а2 а3 а3 это наверное стринг вот этот зря написал да и мы сможем сказать что это тоже стрим вот мы с вами создали еще один стрим вот три основных способа для создания стримов из коллекции из массива из строки и из последовательности символов включил мигает вот основные варианты дальше основные методы которые есть у стримов во первых стримы можно ну как бы переводить из параллельного в последовательный из последовательного в параллельный то есть на стриме я могу вызвать метод параллель этот метод мне вернет параллельный стрим если стрим уже параллельный он мне вернет себя же sequential возвращение последовательный поток данных получено из текущего если я вызову sequential он мне вернет последовательный стрим если он был параллельным вернет последовательный если он был уже последовательным то перевернет себя понятно из параллель то есть проверяем параллельный он или нет ну можем например проверить на каком-нибудь из стримов sout стрим из параллель запускаем сейчас запустится не то если оно полезет в базу данных еще оно упадет ага так вот false то есть он не параллельный он последовательный у стрима можно получить итератор так же как и у коллекции элементы стрима перебирать при помощи итератора у стрима можно получить сплитератор типа итератора но позволяет перебирать только какой-то кусочек стрима ну честно не вижу зачем они нужны ну как бы редко их используют итератор этот и сплитератор дальше основные методы метод for each который в качестве аргумента получает объект реализующий интерфейс консюмер консюмер это функциональный интерфейс одним абстрактным методом зачастую вот этот консюмер реализуется при помощи лямда выражения да сразу скажу что все методы стримов бывают конечными и промежуточными что это значит конечный метод как бы прекращает стрим то есть мы выполнили метод получили результат все стрима больше нет каждый раз после выполнения конечной операции стрим надо создавать заново то есть у нас есть стрим мы выполняем на нем конечный метод стрим как бы заканчивается как поток который закрыли повторно оживить нельзя все стрим закончилось все нет больше у нас стрима объект есть но как стрим мы его использовать не можем все он уже закончил работу с данными есть промежуточные операции промежуточный оператор возвращает обратно же стрим то есть я беру стрим на нем вызываю промежуточный метод или промежуточную операцию он работает может модифицировать мои элементы и возвращает мне стрим опять же поток данных какой то я этот поток данных на нем опять могу вызвать какой то промежуточный метод опять этот набор данных как то там модифицируется и вот мы так как бы такой конвейер делаем конвейер по обработке данных в конце обычно всегда вызывают вот конечный оператор который уже возвращает результат вот этих всех преобразований понятно ну вот например метод for each что он делает он применяет операцию ко всем элементам моего стрима например у меня есть human да вот human у нас в каком в первом да да то есть я говорю стрим с human вот список методов я говорю for each что сделать с каждым элементом human я его могу напечатать каждый элемент да самое такое банальное могу поменять возраст например то есть я здесь должен написать реализацию метода у которого один аргумент и этот аргумент будет как раз элементом моего стрима и что с этим элементом сделать ну например вывести их на экран если я хочу я говорю system.out println что я сделал я сделал я сделал ссылку то есть сюда я должен был дать реализацию интерфейса consumer лямбда выражениями как даем реализацию просто даем реализацию нашего абстрактного метода правильно что лямбда делает при помощи лямбда выражения мы получаем объект анонимного класса реализующий интерфейс а само тело лямбды дает нам реализацию вот этого единственного абстрактного метода правильно я здесь сделал ссылку на метод из аута который называется println println имеет один аргумент правильно что он делает печатает содержимое данного ему в качестве аргумента объекта вот мы сейчас с вами это и сделаем то есть for each будет перебирать все мои элементы стрима и давать их println в качестве аргумента и он их напечатает во единственное что println конечный метод то есть я больше уже тут вызвать ничего не мог все стрима нету поэтому вот эта штука должна быть последней что я могу сделать могу элементы поменять как вот эту давайте я это закомментирую второй раз скорее всего exception будет ну простой вариант какой еще раз это вызвать бум illegal statement exception stream has already been operated upon or closed даже говорю после выполнения конечного метода стрим все уже объект есть но он уже он работает ну как ну как с обычным объектом напечатать его можно там сохранить куда-то ну как обычный объект но как но это уже но это объект стрима который завершил свою работу все больше мы с ним работать как со стримом не можем все он уже отработал свое ну как закрытый поток ввода выводов он есть но с файлом связи нету тот стрим есть но с коллекцией или с хранилищем данных связи у него грубо говоря уже нету все сборщику мусора осталось его только скормить что еще форыча можем сделать например говорим а давайте мы все элементы всем хьюманам возраст поменяем я говорю окей в качестве аргумента пишу даже можно не писать у меня будет хьюман что я буду с этим хьюманом делать я буду говорить хьюман 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 мой get age даже буду говорить set age нет нет он просто не понимает что там у меня хьюман смы хьюм 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 хь then хь то есть типизируем стрим для того чтобы стрим знал с объектами какого типа он оперирует я говорю окей теперь все хорошо Это у меня будет setH, а здесь будет h.getH-постарелых и все постареют. Можем потом их напечатать. Единственное, что хочу сказать сразу, стримы не меняют коллекции, объектами которых они оперируют, то есть стрим не может из коллекции выкинуть элемент, стрим не может в коллекцию добавить элемент. Стрим может поменять объект, который хранится в коллекции, потому что стрим оперирует его ссылкой. Но с элементами коллекции стрим ничего сделать не может. То есть мы не можем сказать, так, а давайте-ка мы сейчас из коллекции все дубликаты уберем. Так нельзя. Можно получить результат, например, новую коллекцию без дубликатов, но старую коллекцию мы никак с вами не поменяем. Но так как я менял human элементы, поэтому не вопрос, давайте с вами human list напечатаем, посмотрим, что у нас тут с ним случилось. Видите, 30, ну короче, постарели, 26, 31, 21. Но, как бы все хорошо, но наша задача неудобно чем? Я, блин, меняю, а потом еще что-то пишу, чтобы напечатать. А как можно так, чтобы сразу здесь и поменять, и напечатать? Есть другой метод, по-моему, pick называется. Вот, pick тоже получает consumer. Этот метод делает все то же самое, что и forEach, только он не конечный, он промежуточный. То есть он поменял и вернул мне опять стримуша с измененными элементами. Я говорю, окей, так а вот теперь давайте forEach применим. То есть мы pick поменяли, давайте теперь forEach'em systemout это дело напечатаем. Смотрим. То есть мы в одну строчку изменили все элементы нашей коллекции, а потом сразу же их напечатали. И вот эта строчка может быть очень длинная, если надо. То есть мы здесь можем всевозможно оперировать элементами нашей коллекции, что-то с ней делать и методов там очень много. То есть мы forEach рассмотрели. Есть метод filter, который возвращает поток элементов, удовлетворяющих предикату. Предикат это аргумент, опять же, функциональный интерфейс, у которого есть один абстрактный метод, который в качестве аргумента получает одно значение и внутри и тип возвращаемых данных этого метода boolean. Если тот аргумент, который был передан методу, приведет к тому, что метод вернет true, значит этот элемент дальше идет. Если false, то элемент дальше не идет. Ну, что мы здесь с вами можем сделать? Мы говорим, окей, давайте все наши люди постареют, а потом мы еще их и пофильтруем. То есть я говорю, фильтр. Это тоже промежуточный метод. Я говорю, да по какому принципу мы будем их фильтровать? А давайте так, что они должны быть моложе какого-то возраста. Давайте моложе, меньше тридцати. тридцати. Например. То есть я говорю, опять лямбда выражение, приходит human. Опять говорю. И здесь human.get age меньше тридцати. строки. Что получится? М? Да. Вот ваша, Вася и Миша остался. То есть я фильтрую. Где это удобно? Со строками. Помните? У вас были строки и вам надо было там, то есть тут можно сортировать, находить минимумы, находить максимумы, фильтровать. Любые практически манипуляции возможны с наборами элементов. Мы с вами особенно это манипулировали, когда помните со строками. Вы там буквы считали, слова считали и так дальше. То есть вот это как раз для этого используется. sorted. Метод, который позволяет сортировать элементы. Причем сортировать можно по натуральному порядку или этому методу в качестве аргумента можно дать внешний компаратор. Могу отфильтровать, а потом отсортировать. Что еще есть? Есть метод map. Он применяет применяет функцию ко всем элементам потоков и возвращает новый поток. Похож на похож на да на пик похож. Он возвращает стрим. В качестве аргумента принимает приклад Давайте посмотрим, давайте вместо пик используем map. Только здесь объект мэппера надо дать. Смотрим, что это за объект мэппера. Функциональный интерфейс. Здесь чуть-чуть по-другому. Если предыдущий метод пик, который делал операции с элементами, то мэпп собирает новый стрим элементов. То есть смотрите, пик что-то делал с каждым элементом. То есть пик для каждого элемента выполнял какую-то операцию. Мэпп собирает новый набор элементов. Он возвращает стрим с новым набором элементов. То есть внутри метода, который я буду реализовать при помощи лямбда-выражения, должна быть логика, как возвращать нового хьюмана, например. Ну, например, что я могу сделать? Давайте это закомментируем. ForEach оставим. Я здесь говорю Map. Я верну новый стрим элементов. На вход я получаю своего хьюмана. А здесь я говорю Human.getH просто и все. Что получится? И что будет? Ну как, ну что-то напечатает он в консоли. Он сделает поток хьюманов. То есть я из потока хьюманов сделал поток хьюманов. Вот теперь у меня тип поток это 25, 30, 20. То есть Map нужен для того, чтобы из одного потока получить другой поток. В результате каких-то манипуляций над каждым элементом текущего. Если пустой стрим. Сейчас. Давайте проверим. Там не помню, что будет, если честно. По-моему, эксепшенов не будет. Ну, давайте и посмотрим, что будет. По-моему, ничего не будет. Пустой стрим на выходе. Элементов нету, к чему применять действие. Как это сделать? То вот так. Ничего мы туда не добавляем. Ничего не будет. То false это вот из параллель. Ничего не происходит. Ну, как он говорит. Для каждого элемента элементов нету. Ну, ничего не делаем. Ну, как forage для пустого рейлиста. Ноль итерации. Понятно это? Причем map получается как? У вас на один элемент вашего старого потока, один элемент нового. Есть map, который позволяет... То есть mapToDouble, то есть из... Делает поток даблов, поток intов, поток лонгов. А вот flatMap, он говорит, что можно из одного элемента текущего сделать много элементов нового. Результат его работы не один элемент, а стрим элементов. То есть если я напишу flatMap, то я могу из одного элемента текущего наделать много новых. Ну, как, получил строку и из строки сделал стрим чаров. Ну, вот у меня есть, видите, стрим три. Это стрим строк. Давайте стринг напишем. Стрим строк. Я говорю. стрим три. Точка. Мэп. Вернее, flatMap. И потом forEachем это распечатаем. А сюда я должен написать функцию, которая из каждого элемента сделает стрим. Ну, этот стрим может содержать один элемент, ноль элементов или много элементов. То есть я говорю. Окей. Приходит какая-то моя строка. И я из этой строки делаю стрим чаров. где этот. Ну, intStream. Что я не нравится? Replace lambda with method. Блин, как-то должно быть связано. Инт. Тип данных не подходит. Смотрите. FlatMap. Mapper. Должен дать объект мэппера. FlatMapToInt. FlatMapToEt. ТР. Да нет, должны они быть связаны. Да, там был пример вот тут с этим flat. Нет, то был не пример, то было название. Вот флэп мэп. Флэп мэп п array as list split stream. Ну вот, получился стрим, так я даже получил стрим. Давайте попробуем флэп мэп to int. О, так понравилось. То есть я говорю сделай мне из исходного стрима стрим слов. Посмотрим, что у нас получилось. Видите? коды букв, да, вот они. Сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. То есть на каждый элемент первого стрима у меня было два элемента нового стрима. Ясно это? Есть min, есть max, то есть можно вернуть минимальное значение, можно вам вернуть максимальное значение. Единственное, что этим методом надо давать компараторы. Есть ли объекты, которые лежат в стриме, в стриме не comparable. Count. Считает количество элементов в стриме. Конечный. Дальше. Distinct. Возвращает поток различающихся элементов, то есть уникальных. Вызав этот метод мы получим набор уникальных элементов. Reduce. Этот метод как бы такой сверточный метод. Мы в результате применения этого метода коллекции получаем одно значение. Считается как? Берется два элемента из нашего стрима, проводится с ними операция, указанная в качестве лямбда выражения. Получается результат, и этот результат потом со следующим элементом выполняется та же операция. Потом результат предыдущей операции применяется к следующему элементу и текущему. Это фигню я сказал. Проще нарисовать. То есть вот у меня есть элементы. У меня есть метод, который возьмет два, что-то с ними сделает. В результате получит один. Одно значение. Мы это значение потом при помощи этого метода объединяем со следующим. Получим одно. Потом этот один. Вот с этим. Один. И вот так. Пока не получим одно значение. Результат операции с предыдущими двумя. Идет как новый аргумент для последующего двух. То есть в качестве лямбда выражения должны дать метод с двумя аргументами. Ясно это? Туаррей это конечный метод, который из стрима сделает вам массив. Он сделает массив объектов или массив того типа, который вы дадите ему в качестве аргумента. Причем в качестве аргумента массива давать, ну, следующим образом. Берем наши опять Хьюманов. Здесь я говорю, что мы с ними сделаем. Давайте вот это. И фильтр. Теперь я говорю, а теперь я это хочу. Туаррей. Причем если я сделаю вот так, я получу массив объектов. Если я хочу получить какой-то конкретный массив. Я должен здесь написать, например, я хочу массив Хьюманов. Я пишу Human New. Только массив. Таким образом я сказал, какой конструктор использовать, чтобы создать массив для элементов стрима, который здесь получится. только восьмой. Вот этот оператор появился только в восьмой Java. До восьмой Java не было. Теперь по выходу вот здесь будет массив Хьюманов. Могу написать. Могу написать. Хьюман массив. Хьюманс равно. Результат я сохранил в массив. Про создание потоков мы сказали. Про особенности мы с вами сказали. Про итераторы мы с вами сказали. Про сортировки. Про сортировки не говорили. Про фильтрацию сказали. То есть, что такое сортировки. Я могу взять какой-нибудь стрим. Например, S3. И вызвать на нем метод sort. sorted. Он посортирует в естественном порядке. Потом могу вызвать, например, for each и напечатать это. Давайте посмотрим, что получится. Буквы получились отсортированные. Ну, напечатал он их не как буквы. Почему? Наверное, потому что массив. Потому что массив интов. Как сделать массив? Как сделать поток чаров? Это можно здесь. Смотрите. Необязательно так писать. Если не знаете как, то я говорю окей. мне приходит элемент. Это что такое? Мне приходит мой char элемент. Что я с ним хочу сделать? Я его хочу напечатать. Только печатать я его буду как char. все. Отсортированные элементы hello world. Ну да. Понятно. Теперь говорю… Давайте попробуем, как там уникальность была… Distinct Ок, давайте перед тем, как печатать Еще его Еще ему Distinct сделаем Отсортировали Теперь говорим Distinct Уникальный набор Вводим Видите, все значения уникальные Фильтрация, сортировка Map, Distinct, Count Count просто считает количество элементов Ничего военного нету Min, Max, Reduce Мин вернет минимум, Max вернет максимум, Reduce по какому-то принципу вернет одно число Какие вопросы есть? Да Есть метод Collection Что он делает? Метод Collection Из-за стрима Создает любой вид коллекции У нас есть стрим У нас есть стрим И мы этот стрим можем представить как любую коллекцию Как лист, как сет, как мэп Как лист, как сет, как мэп Ну, например Ладно, черректоров Хочу лист черректоров Хочу лист черректоров Черректоров Это не массив чаров Это массив Интов Попробуем Collections О-о-о-о-о это не тот там метод назывался collectors ту лист единственное что блин это для так нельзя для примитивных типов так нельзя так можно для ссылочных то есть так можно было сделать с human если я так хочу сделать с примитивными типами мне надо писать побольше логики есть to map to set to list to list работать не будет давайте это сделаем с теми human которые у нас там были с human получится human human с равно берем наших вот этих human вот это закомментируем collect collectors to list теперь у меня теперь я вот этот стрим представил как лист уже с внесенными изменениями какими-то можно его представить в виде мапы единственное, что нам надо писать как этот лист представить в виде мапы да, что ключ, что значение можно свои коллекторы писать там ну почитайте, просто в принципе в этой ссылке 9 3.10 пример создания собственных коллекторов можно собственные коллекторы создавать можно и для чаров тогда коллектор написать написать надо самому да можно в одну написать да, ну это ну как бы надо самому попробовать да, ну тут можно это в хешмапу собрать только здесь надо написать принцип тут два нужно по-моему два аргумента два метода два метода первый как ключи получить второй как значение получить ну давайте давайте вот из давайте сделаем мапу хьюманов у нас был лист давайте сделаем мапу здесь здесь коллекторс уже не ту лист там мап притом тумап тумап причем тумап из элемента ключ вытянуть, вторая как value вытянуть. Пишем, то есть первое, например, пришел human. Как, что будет имя? Human. Ага. Так, тут надо 2 лямбды написать. Сейчас. Map. А, map не подтянули. Map. Да не, ну просто она ругалась. st это у нас поток human. Ok. Human. А, у нас human, второй string. Первый ключ string, второй human. Идем сюда, в мапе. У нас будет 2 аргумента, 2 лямбды. Просто getName. То есть я вытянул в качестве первого аргумента. Практически в качестве ключа у меня будет имя. Теперь ключ. То есть теперь value. Human. Human. То есть он и сам является ключом. Ну, сам является значением. Теперь просто давайте эту мапу напечатаем. Берем наш humans. Интересно, for each у него нету? for each. Интересно поймет. Ну вот и посмотрим, как он напечатает. print. Надо только посмотреть, for each он что в качестве аргументов требует. Приходит action. BeConsumer. У accept 2 аргумента. println не подойдет. println 1 аргумент. Ну, ничего страшного. Что мы пишем? Пишем лямбду. value. Здесь пишем key. Здесь пишем value. Здесь sout. k value. Ну, что это такое? ключ, значение, ключ, значение. Мы с вами лист перегнали в мапу одной строчкой. Перед этим еще ее пофильтровали, отсортировали. Или что мы там с ней сделали? А еще его постарели. Все в одной строке. Вопросы. то есть, ну, как бы, код становится намного очень короче, меньше кода, но иногда он, как бы, ну, мне кажется, иногда сложно. Хотя, если это знать, считается, в принципе, довольно понятно. Некоторое то, что мы с вами там тремя циклами делали, теперь умещается в одну строчку. Вопросы. пик делает операции с текущим элементом. А мап возвращает новый элемент. То есть, мапа должна вернуть элементы и из этих элементов собрать новый стрим. А пик просто меняет элементы текущего стрима. Да, с ссылками. Ну, ссылочные все с ссылками работают. Ну, да. А так он, как бы, мы можем генерить новый элемент. А там какой-то мап другой еще. Как назывался? Название забыл. А? Ну, мап какой-то. А? FlatMap он еще может из одного элемента сделать много элементов в стриме. Из одного элемента старого сделать много элементов нового. Из каждого элемента делаем стрим. Потом эти стримы склеиваем. Ну, что, сложно? Ну, такой мощный элемент. То есть, зная. То есть, в Java 8 что основное впилили? Впилили функциональные интерфейсы. Лямбда. Стримы. Ну, я имею в виду стрим API. Лямбда. Выражения. Подобавляли кучу функциональных интерфейсов. Поменяли интерфейсы. Вставили туда методы с реализацией абстрактные методы. Таймапи добавили. Ну, да. Статические в интерфейс вставили. Таймапи появилась. Ну, удобная штука там. Раньше это было проблем. А? А зачем? Да это там все деприкейтед уже. Кроме самого класса. Да. Ну, дейт от нее надо уходить уже. В принципе. Сказать что-то другое. Не. Ну, да. Ну, говорю. В дейте уже все деприкейтед. Ну, как бы. Работать с деприкейтед классами надо бы как-бы. А? Ну, а. Еще вопросы? Не? Сюда перерыв. Так, продолжаем. Так, что мы делаем дальше. Ну, давайте досмотрим тот пример, который мы с вами не дописали. Со стримами, я думаю, все понятно. К ним. Что не понятно, то, в принципе, можно дочитать. Направление есть. Куда копать. Но, в принципе, штука удобная. Теперь возвращаемся к нашей прошлой лекции. Вот наше АПП. Мы здесь с вами создали хьюмана. Кинули его в human.do. Скорее всего, у меня просто база выключена. Поэтому она не работает. Вот, да. Ага. Ну, через URL можно. Ну, да, наверное, но через сокеты никогда не цеплялся. Ну, тут URL, который содержит доменное имя или IP. Ну, это только, соответственно, какие-то сторонние библиотеки еще надо... Ну, из... Напрямую. Не знаю. Что-то через сокет надо какой-то цепляться. Что-то через сокет надо цепляться. Не пробовал. Может, и можно. Просто как-то не было задач цепляться через сокеты. где-то... Где эта служба? Была? Вот. Запустили. Еще разок. О. И давайте... Вот мы create-нули его. Теперь говорим, что... наш human.do . Давайте getAll. Мы с вами уже знаем стримы. ForEach. И... System. Out. Println. То есть у нас там сейчас один human. с ID 1. ID я ему нигде не присваивал. Создаю еще human. Коля. А? Не, когда он в базу ложится, ему присваивается. Смотри. То есть я вот Васю создал. Здесь пишу. Вывожу Васю. Да, ё-моё. Видишь, Васю распечатают до того, как его положить. Видишь. До того, как положил в базу ноль, достал из базы уже с один. Причем даже если я его напечатаю после того, как create-нул, то он уже будет тоже с один. То есть вот здесь у него тоже будет уже один. Потому что когда я делаю create, этому Васе присваивается ID. Видишь. В чем может быть проблема? Ты когда создавала базу, у тебя не стоит автоинкремент на ID. И да ухо у тебя такая же. Ну ладно, посмотрим у нас у тебя на буке. То есть вот мы с Вами сделали, что оно все работает. Теперь нам надо делать сервайс. А, это датабейс сервайс. Это коннекшены. Давайте сюда добавим еще пакет transform. А, у нас есть. В сервайсах у нас с Вами будут методы, которые из... которые оперируют с Хьюманами. То есть мы оперировать будем с Хьюман ДТО, а сервайс будет с Хьюман ДТО делать Хьюмана и лезть до оху и уже ложить туда или доставать. Узер сервайс у нас будет вот такой только Хьюман сервайс. Хьюман сервайс. Да, о да, это шаблон. Сюрвайс сюда делаем новый класс. Только это даже не класс, это интерфейс. Говорим, что это будет Хьюман сервайс. Хьюман сервайс. Не понял, что в нем некорректного. Интерфейс Хьюман сервайс. This is not valid java qualified name. А, пробел. Сделали Хьюман сервайс. Здесь у нас будут вот такие методы. Метод будет Хьюман ДТО возвращать. Хьюман ДТО у нас тоже нету еще, да? И получать Хьюман ДТО. Хьюман ДТО. Давайте у нас ID будут тентованы. Значит нам нужно создать еще с вами Хьюман ДТО. Хьюман ДТО у нас с вами будет в модели. Здесь будет пакет ДТО. Здесь будет пакет ДТО. Здесь будет Хьюман ДТО. Гетер и сеттеры. Набор полей. Все. Модель. ДТО. Смотрим, что у нас есть в Хьюмане. Ну, в принципе, то же самое и там у нас будет. из хьюido. Следующий ордолик. Единственное, что, наверное, human.dto.toString, будем говорить, что это human.dto. Так, все то же самое. Пишем здесь... Human.dto. Все, есть, human.dto есть. Human.service Создал же я human.dto. А, импорт. Все, в сервисе есть. Теперь для сервиса нужно сделать реализацию. Реализацию, прежде чем делать реализацию, нужно сделать метод... Нужно сделать трансформ. То есть тот, кто будет трансформировать. Трансформер. Класс трансформер сделать надо. ... ... ... Создаем класс. трансформер трансформер делаем два метода, которые конвертируют в одну сторону и в другую здесь human здесь human dto это восьмая лекция да здесь соответственно human 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 а здесь human dto здесь просто human да human 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 human, 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 human. setH, а здесь getH, а здесь наоборот. Вот мы с вами трансформера написали. И теперь нам service надо сделать имплементацию. package.imple, имплементацию для human service. Здесь можно сделать refactor implementation и что-то такое. Создаем класс. Не скопировалось. Ладно, скопируем по быстрому отсюда. Service implementation. Ух ты. Ну ладно. Human service implementation. ОК. А здесь скопируем и подправим. Здесь будет human. Здесь тоже будет human. Импорт. импорт нужна DAOHA human.DAO это метод, который получает не то я сделал удалить что не удалилось? Хотел концом нажать. Дури фактор. Так, удалил fetch. У нас с вами было database service где мы с вами не то gdbc вот здесь мы получали datasource и нам надо connection провайдер и вот здесь connection провайдер и здесь дернуть до оху. что create the implement сейчас human.DAO есть у меня такой класс вот вот он human.DAO а теперь есть human.DAO human.DAO content мне нужна для доохи нам тоже нужно делать по идее фабрику давайте пока с этим не заморачиваться то мы так будем вечно писать это давайте здесь просто а ну метод который будут хранить доохи все и нам возвращать нужный здесь просто сделаем как делали в аппп просто сделаем new human.DAO и все fetch.DAO это сейчас покажу откуда это до 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 не то тоже не то тоже не то так сервайс fetch.DAO это скорее всего местный метод вот вот fetch.DAO мы здесь connection получаем просто создадим new и все то есть пока так у нас пока одна дооха нам никакие фабрики в принципе не нужны и все так сделаем human.DAO и все создадим dto find user by id берем find user нету такого у нас нету такого у нас нету такого нету такого нету такого human human dto transformer transform user user by id dto dto правильно что нету сейчас трансформ юзер сейчас human что трансформер не ругается на него импорт и возвращаем human.dto вот это должно быть human так надо делать не так юзер рефактор рефактор ренейм будет human ок ок дальше юзер рефактор ренейм будет human user.dto хорошо будет human.dto user.dto shift f6 не работает не знаю потому что скорее всего здесь еще и ренейм будет недоступен потому что ошибка ну user.dto human.dto а этот просто называется transform по-другому а не user должен быть а human human ну и здесь соответственно human и 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 все здесь create user human.dto 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 transform human.dto human.dto что мне нравится а да create user у нас нету, у нас, по-моему, просто create. Нет, здесь human, правильно. Да, вот это удалить. Что-то вообще нету тут в импортах human. Та-да, стереть. Что, до этого нигде human не было, что ли? Та-да, стереть. Ага. Та-да, стереть. Ладно. Human. Human create user. Теперь нам надо в дооху пойти. Не, не в дооху. Нам в human service и здесь написать тип возвращаемых данных human. Так, здесь осталось get instance. public synchronize static user service human service get instance human service null. То есть делаем сингтон. Все. New human service. А. Implementation. Все. Все. Теперь мы можем через human service, то есть наш вот это АПП переделать. То есть это нам уже, то есть это надо, то есть надо для того, чтобы с вью частью не работать, чтобы вью часть напрямую не работала с объектами из бизнес логики. То есть вью часть должна быть отделена от объектов, которые непосредственно принадлежат к бизнес логике. А? Да. То есть у нас есть вью, это то, что мы на экране видим. Есть контроллеры, это те, кто работают, то есть те, кто работают с бизнес логикой. То есть что делать, если пришел запрос на такой-то URL. Что делать? Контроллер решает, что делать. Ну, например, там, установить подключение к базе данных, достать товар, посчитать цену, то есть он работает. Вью часть просто картинку рисует, контроллер думает, что нарисовать, ну, что должно, как бы, данные обрабатывает, а модель это просто данные. Да, это данные, которые, ну, данные бизнес логики, там, заказ, товар, там, рубашки, джинсы. Ну, смотря, чем вы там оперируете. Это все у нас модель. Ну, модель данных. Ну, данные. Вью это, ну, потом будем смотреть, что такое, что за вьючную часть отвечает. Это картинка, грубо говоря. Контроллеры это те, кто думают, что надо сделать с данными, так, чтобы правильно показать что-то на экран. То есть пришел запрос, контроллер подумал, 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 ага, значит, надо отобразить вот это. И говорит вьючной части, покажи вот это. Так вот, на вьючную часть желательно отрывать бизнес-логику и вьючную часть. Вот. Продолжение следует. Во. И Marianne. Ну, и Señor. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...